Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Представляю вам фрагмент фильма «Пётр I. Царь недержавный. Разбор карты и рисунка на карте» 1717 года. Ссылки на полные фильмы будут в описании. А это фрагмент, потому что очень многие спрашивают. Для того, чтобы не искать в полном фильме, я сделала такой кусочек. Плюс написала статьи с иллюстрациями по двум сериям на своём блоге. Ссылки также будут даны в описании. В левом верхнем углу река Невай, по всей видимости, вдоль неё – это из бычухонцев. Ну, я так немножко утрирую. Новенькие стоят. Наверху картина «Солнце» с надписью. Возможно, это библейские какие-то буквы. «Ангелы с трубами», как положено. «Лавровый венок победителя». Здесь женщина с фруктами, с изобилием. Всё у неё тут хорошо. Здесь тоже как бы общие картины, которые для красоты нарисованы. Нептун, чухонец какой-то. Все встречают, вот ликуют, встречают. Они указывают на по всей видимости Петра Первого, у которого из атрибутики царской ничего нет. Просто мы его узнаём. Такой бравый мужчина в рассвете лет. Немножко короткая рука для вот этого тела неправильно нарисованная, кратковатая рука, либо тело короткое. Хотя нам говорят, что Пётр Первый был высоким, длинным. У него были узкие плечи, но руки у него были длинные, а здесь вот руки короткие. В руке у него вместо царских символов подзорная труба. За спиной Петра идут сражения, баталии сплошные, там люди, корабли. И вот здесь вот интересно. Закреплённый угольник. То есть символы, рабочие символы или масонские символы. Вот то, на что обратил комментарий зритель. Ключ Анг. Это ключ активации или ключ жизни. Активация ядерной бомбы. Как мы считаем, мы выдвигаем такую версию. И как военные специалисты нас консультировали, что это может быть похоже на это. Есть корабли на море и бомбы тоже есть. По всей видимости, они летят с кораблей, а может быть, они летят откуда-то сверху. Например, двуглавый орёл очень интересный. Направлен полёт у него на восток. Можно было бы подумать, что, может быть, это случайность. Просто такой ракурс здесь, в углу картины. Но направлен он на восток, в восточную сторону. В одной лапе у него оружие, перуны и молнии, которые разят всё внизу. Вот мы видим, всё взрывается. Город горит. Взрывается весь он в дыму. Пламени люди тут бросаются, спасают. Тонут, погибают. Вот какие-то знамёна, народ, народ. Возможно, надписи какие-то. Вообще непонятно, что здесь происходит. Но такое ощущение, что какие-то значёчки, символы какие-то есть. Это не я специалист. Так, город горит. И вот что у нас ещё. Во второй лапе царский символ у орла. Это та самая держава или ядерная бомба, как я предполагаю. И то, что показывает на восток, это вот эта палка рука. Со всей пятернёй. Дранг Нах Остен. Чётко показывает на восток. И вот эта самая ручка, она у нас присутствует у многих западных монархов, королей на парадных портретах. Именно как атрибутика, символа власти. Правда, там два пальца выпрямлены, указательные. И средний, а безымянный мизинец согнуты. Такая палка есть в руке парадного портрета Наполеона. А также такая, вот такая форма руки, когда выпрямлены два пальца, указательные, средний, согнутые. Безымянный и мизинец есть на портретах спасителя. Средневековых портретов с официальной десировкой. Насколько они там точно, это неизвестно. Так что вот такая здесь интересная символика. Можно сказать точно, что вот этот данный мужчина, если это Пётр I, он здесь символизируется именно как захватчик восточных территорий. Ну, что там может быть? Ну, на востоке может быть, может быть, это имеется в виду, что Лиссельбург берётся, вот так вот он бомбится, захватывается на востоке от Невы. Либо это что-то дальше. Направление идёт именно на восток. Это указывает, это рука. Итак, напоминаю, что по этой теме сделаны у меня два фильма и написано две статьи «Царь Пётр I, царь недержавный» и «Птенец Габсбургский». Готовится третья серия, и третья статья будет написана по этой теме. Продолжение. Смотрите за новостями. Подписывайтесь на мой канал. С вами была Галина Конышева.